Эти видео и фото жильцы дома на Юбилейном проспекте разместили в паблике «Типичные химки». На кадрах видно, что вода ручьями стекает по лестнице в подъезде, а люди швабрами, тряпками и другими подручными средствами пытаются ее собрать. Наша съемочная группа отправилась на место происшествия. Потоп начался здесь, на девятом этаже. Во время дождя с крыши вода стала просачиваться внутрь помещений. Стены до сих пор мокрые, штукатурка влажная. И вот эти потоки воды промочили подъезд сверху донизу. Они стекали по лестницам с девятого этажа до первого. Запах сырости чувствуется в подъезде до сих пор и пройдет, судя по всему, не скоро. На перилах сушатся тряпки и предверные коврики. Для некоторых жильцов последствия протечки оказались куда серьезнее. Лариса Долинина – одна из пострадавших. Женщина совсем недавно сделала ремонт. Но теперь при взгляде на свежий побеленный потолок – одно расстройство. Непосредственно в моей квартире утечка произошла. Вот здесь у меня потолок поврежден, он весь скучился. Ну и, естественно, пошли желтые пятна разводы. Уже внешнего вида картинки нет. Никакой. Поэтому обратилась непосредственно в компанию и жду, когда они придут, оценят ущерб. И, ну, не знаю, там, как договоримся, возместят, надеюсь. За комментарием мы отправились в управляющую компанию Рео номер 7 Химки. Оказалось, что причина аварии проста – засорившиеся ливневки. Попала бутылка. Оставленная бутылка могла кем угодно. Тот, кто ходит, допустим, подрядчики, интернетчики. Но не все такие ответственные, которые могут свой мусор уносить с собой. Бросать бутылку на кровлю. Соответственно, ежедневно мы не можем бегать в кровлю, ну, кровлю проверять. Последствия после залива будут устраняться управляющей компанией. В квартирах то же самое. От нас приходят инженера, составляют дефектные ведомости, ну и дальше. В ближайшее время коммунальщики ждут обращений от жителей, чтобы разобраться со всеми последствиями. Устранить обещают до конца года. Юлия Куштейко, Николай Забродин, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.